Я не знаю, как возвращаться после трёхлетнего отсутствия. Хочется отвести стыдливо глаза от камеры, потому что навык съёмки такого контента утерян, мне кажется, чуть ли не окончательно. Сказать, что что-то изменилось, — это не сказать ничего. Вчера я специально... Я знала, что я уже хочу начать снимать это видео, и вчера я смотрела свои предыдущие. Хочу сказать, что там я просто абсолютно другой человек и в мыслях, и во взглядах на жизнь, и даже во внешности вы видите, что у меня укоротилось примерно сантиметров 20-30 волос, или даже больше. Всё в моей жизни поменялось. Несменным остался лишь тот факт, что я по-прежнему вместе с Артуром, своим любимым уже мужем. Последние полгода я очень хотела вернуться на YouTube, у меня всё чаще и чаще начали попадать такие мысли в мою голову. Я подумала, надо просто начать, надо попробовать, если душа требует, почему и нет. Наверное, по ходу движения буду рассказывать какие-то новые факты про меня. Но, а пока мы сразу врываемся в мою жизнь. Я собираюсь на съёмку. Сегодня я еду в студию одна. Это будет съёмка для моего контента. В этом году я решила к этому вопросу подходить немного более серьёзно. Поэтому собрала вещи, камеру, всё, что мне может понадобиться. И выезжаем. Ехать близко я теперь живу в центре. Вот вам необычный факт. Да, как я и сказала, мы переехали. Это одно из самых больших и важных достижений за последние три года. Мы уже в этой квартире живём полтора. И бесконечно счастливы, потому что не просто жизнь улучшилась, качество жизни изменилось абсолютно. Вы помните, когда я раньше жила в Люберцах, выезжала на любую точку за два часа, теперь практически до любого места можно доехать максимум за полчаса. Сейчас мне до студии 11 минут. И, конечно, этот факт не может не радовать. Ещё из изменений у меня новая машина. Ну, как новая? Ей уже два года. Но для вас на канале она новая. Благодаря этой машине я уже слетала бесплатно в Китай. Но это тоже отдельная история. Короче, я не знаю новостей, просто куча. И я быстренько домчала до студии. Первый раз в этом филиале. Очень понравился. Последний раз мы с вами виделись, когда я только начинала свой путь фотографий. А сейчас даже со своим приступом самозванца, я могу себя назвать успешным фотографом, за эти три года поменялось очень-очень многое. Я сегодня приехала, повторюсь, снимать контент для себя. Маленький такой зал в серых оттенках. Давайте сразу возвращать, что ли, как обычно ведутся влоги, что костюмчик у меня фейбл. Очень люблю этот бренд. Не вылезай из этих штанов. Мне так интересно, сколько человек посмотрит этот влог, потому что отписок на канале было очень много. У меня чуть-чуть не хватило до 100 тысяч подписчиков, и всё это увлетучилось. Сейчас я точно не хочу и не буду гнаться за цифрами, делать что-то, чтобы как-то повысить намеренно свои охваты. Мне просто хочется воссоздать то тёплое комьюнити, которое было раньше. Изначально я столько лет снимала для души. Это вообще не было ради какой-то коммерции. И в последние полгода я чувствовала эту острую необходимость делиться с вами именно в таком формате разговора, где можно себя не лимитировать, потому что в сторис у нас же теперь всё должно быть сжато, красиво упаковано. Там лишнего слова не скажи в плане, чтобы не занимать хронометраж. В телеграме тоже у меня не сильно это прижилось. Хочется вот именно болтать, наговаривать много минут, выставлять свои мысли, размышления, делиться с вами. Например, сейчас я читаю классную книгу, поделюсь с вами в этом ролике. Чувствую очень-очень большую потребность внутренней. Вот реально возвращаюсь на канал по любви. Из недавних обновок у меня вот такие вот кроссовочки. Сначала они мне не понравились. Я хотела их вернуть, но вроде бы как сжилась с ними. Они мне немного велики, но в этом году я хочу покупать обувь на размер побольше, чтобы ничего не жало. Всё-таки старость не радость. И они очень удобные. Я позаписывала всего только час. Я безумно устала, я уже хочу отдыхать, я уже не хочу ничего делать. Сегодня я записывала сторителлинг для продажи своего второго пака пресетов. Записывала видеоинструкцию для него. И сейчас ещё по-хорошему бы отснять рилсы и отснять сторителлинг про себя. Я написала наконец-таки его. На самом деле сторителлинг писать сложно. Чтобы всё учесть, там я расписываю конкретно, какие видео, какие фотки добавляю, какие видео вставляю, что записываю именно говорящей головой. Вчера весь вечер я занималась этим. Наконец-таки сделала. Сейчас так лениво мне это всё записывать. Уже устал мой рот говорить. Сегодня я вообще решила и сюда поговорить, и туда поговорить. Хорошо, что ещё сегодня не решила сториз вести. Всё, я сняла то, что сумела. Не всё, что запланировала. Сейчас я приехала проявлять плёнку. Я тут увлеклась плёночными кадрами. Очень атмосферно, всегда получается классно. Купила классную плёночную камеру дорогущую за 24, что ли, тысячи. И она перестала работать. Вот сегодня я наконец-таки её взяла на проявку. Посмотрим, может мне что-нибудь скажут, посоветуют, что с ней делать. Припарковалась, еле нашла место. Сейчас пойду проявлять плёнку, которая была у меня на день рождения и на Новый год. Очень интересно, что же там. Решила наконец-таки сюда доехать. Пока нет пробок. Светло. Очень, кстати, классное пространство. Сейчас вам покажу. Неожиданно долго провела в пункте проявки. Мы разбирались с моей камерой. Благо, какой-то шанс минимальный есть на то, что она снова заработает. Чудесная девушка мне помогла максимально разобраться. Купила новый аккумулятор к ней, потому что тот всё, умер. И, надеюсь, она ещё послужит, потому что обидно пипец. Вот эта вот дорогущая камера сломалась, а камера за три тысячи, даже не моя, служит верой и правдой. Я приехала домой. Сегодня прекрасно солнечный день, что у нас бывает нечасто. Ранее тематика моего канала была завязана на похудении. Если вы сейчас спросите, что же у меня сейчас с этим, то я вечно худеющая просто на века. Но вместе с этим есть и кое-какие апдейты. Во-первых, я полгода занимаюсь с специалистом по РПП, не лечим головку. С этим у меня стало намного всё лучше. На данный период времени я готовлюсь в конце февраля полететь в пляжные путешествия. Хожу в зал, питаюсь по контейнерам. Покажу вам обязательно. Такой опыт у меня уже не в первый раз. В зал я хожу, занимаюсь с тренером уже третий месяц. Да, третий месяц. Не пропускаю. Мне очень нравится. Нашла своего идеального тренера. И кайфую. Очень мне нравится. Пытаемся мне всё это привить по любви. Не через силу, не через надо. Как я раньше себя любила истязать. А потому что там для здоровья, для кайфа, для наслаждения. Вот. И пока у меня получается. Но это вместе с моей внутренней работой, вместе с работой с психологом по РПП, вместе с правильным тренером. Кроме в солнечную погоду особенно красиво. Ну, а я оставила тут вот такое вот. Когда утром собиралась на съёмку. Сейчас надо будет всё это убрать. Это все вещи из чемодана. Они хранятся внутри. Чемодан хранится в шкафу. Вот. Сейчас буду заниматься этим. В коридоре у меня мой алтарь. Со всеми украшениями. Это мы спрячем. Брала на съёмку. Сейчас буду раскладывать. Мои драгоценности. Итак, вот как это всё выглядит. Наполняюсь отчётчиками постепенно. Тут украшения. Тут. Это самые основные, которые я пользуюсь. Другие убраны. Я теперь подсела на разные колечки. У меня тут целая коллекция. Вот эти вот, кстати, очень часто мне в инсте про них спрашивают. Это такие бусы-чокеры. Соли. Просто стоят 200-300 рублей. Эффект производят большой. То есть я сейчас вот такой доставкой. В целом нравится, но к ней быстро привыкаешь. Так что две недели, и нужно делать перерыв. Уже хочется обычной еды. Но в целом неплохо. Вот так вот выглядит мой обед. Индейка. Кускус. Салат с тунцом. Правда, в салат они кладут всего лишь одну помидорку черри. Я дорезала ещё сама. И добавила дижонскую горчицу. Ещё один плюс квартиры — это вид. Он меня, если честно, очень-очень всегда радует. Столько же всего было за эти три года. Опять же повторюсь, вчера просматривала видео. И приятно, что они у меня есть. Посмотреть, какой я была такой немного дерзкой девчонкой. Озорной. Мечтающей. Было много чего хорошего, радостного за эти три года. Была и драма. Было всё. Я сейчас говорю, у меня идут мурашки. Всё как у всех. Ой. Просто так интересно сделать такой камбэк. После стольких изменений, стольких лет. Я не знаю. Вот мне весь влог хочется говорить только об этом. Нащупала ещё одни свои изменения. У меня брекеты. Их я поставила совершенно, ну, можно сказать, случайно, неожиданно. Я решила это просто в один день и поставила. Они у меня с июня. Так что я вот такой вот зубастик. И недавно на них мне ещё надели резиночку. Теперь хожу с ней. Спасибо. Пока я с вами болтала, пришёл заказ золотого яблока. В этот раз заказ разделили на две части с разных складов. Пришла пока только одна. Я совершенно не помню, что я заказывала. Это было пару дней назад. И было максимально импульсивно. Я приехала с работы, и все заработанные деньги. Я потратила на покупки. Сейчас буду сама вспоминать, что там. Встречает база. Встречает база номер два. У меня есть дорогие крема, а есть вот такие вот, чёрный жемчуг. Я их на самом деле максимально рекомендую. Очень-очень приятные. Именно вот эта вот серия экстремального увлажнения. Я их просто, знаешь, вот так вот намазала на себя. Взяла ещё один гель для умывания. У меня два есть, но они все для жирной кожи. Они прям супер сушат. Хотелось чего-то нейтрального, чтобы не пересушивать кожу. А то у меня всё. У меня там крема от прыщей, сыворотки от прыщей. Ну, всё-всё-всё-всё-всё такое, что подсушивает кожу. И хотелось чего-то обычного. Взяла на самом деле просто рандомные виши на золотом яблоке. Там хорошие отзывы были. Снова маска супер дешёвая. 100 рублей всё удовольствие. Это экспресс-маска освежающая. Тоже максимально рекомендую. Вы знаете, всегда пользуешься масками и думаешь, а они вообще помогают. Типа намазался и веришь. Вот это вот реально единственное в жизни, что я использовала. И была хоть какая-то разница до-после. Прям топ. Реально стоит меньше 150 рублей. Храню в холодильнике и мажусь. Такс. Это уже идём подороже. Клоранс. Тоже неоднократно пользовалась этим маслом. Хотелось вспомнить. А, кстати, и показывала его на канале. И вот много-много лет не заказывала. Хотелось повторить. Такое масло. Альтернатива кремам и так далее. У меня для жирной кожи есть ещё там разные. Для комбинированной, для сухой и так далее. Моя любовь. Рекомендации. У меня какой-то заказ одних рекомендаций. Только вот это вот я впервые использую. Вот это вот просто топ. Это, я не знаю, это мой самый любимый крем ever. Стоит тоже ever дорого. Но обожать. Это доктор Джарт. Керри Мидин. Что бы это ни значило. Обожаю этот крем. Он очень-очень увлажняющий. Хватает надолго. Он стоит практически 4 тысячи. Но, тем не менее, расход у него маленький. И хватает надолго. И вот у доктора Джарта я обожаю. У меня очень-очень-очень много продуктов из этого бренда. И он такой тактильный, приятный. Прям огонь. И интересно, что же мне ещё придёт в другом заказе. Там тоже какой-то крем. Короче, как вы поняли, хотелось что-то такого уходового. И вот импульсивные покупки выглядят так. Всех приветствую уже во втором дне влога. Вчера вечером работала. Не знаю, мы с Артуром читали текст на английском. Он мне помогал. Я читала книгу. Собственно говоря, ничего особого не делала. Таким интересным не занималась. Поэтому не снимала. Сегодня у меня в планах тренировка в зале. Сегодня день ног. Потом у меня английский. Тоже новое введение моей жизни. И потом к нам приезжают друзья. Сегодня у меня завтрак прямо из этой плошечки. Тут какая-то тортилья, скрэмбл, что-то кукурузное. И, кстати, я сняла скатерть. Вчера ещё снимала на красный. Сегодня старый Новый год. После него я уберу всё вот это вот. В году впервые в жизни не ставили ёлку. У меня такой опыт реально впервые. У Артура тоже. Замотались, закрутились. Так получилось. Конечно, больше такого практиковать не хочется. Потому что я обожаю вот этот вот уют, декор. А в этом году просто не получилось. Мы опомнились уже там 22 декабря. И уже подумали, что нет смысла. Потому что мы всё равно уезжали на январские праздники. Кстати, как вам кружка? Я такую подарила маме, потому что она фанат медведей. И купила себе. Перед тасной послушкой. Я могу отправиться в город на ланч. Но прошло моё занятие по-английскому. А сейчас к нам приедут друзья. Настоящая классная суббота. Когда готовишь, остаётся за кадром. Вот это. Сабина просто из подручных средств. Из подручных медведей. Приветки. Из того, что было. Вот такой вот ужин. Рецепты с того, что было в холодильнике. Собрали тут такой лёгенький. Ну, чисто вот так вот. А почему не как в тот раз? Вечерний муд такой. Ребята ушли. Я тут ещё доделываю английский. Уже ночь, уже первый час. А сейчас я потеряла, вот знаете, вот эту вот привычку съёмки влогов. Поэтому, возможно, сейчас уже урывисто непонятно. Но, с другой стороны, у меня нету цели прям какую-то хронологию выстраивать. Я просто показываю кусочки из жизни. Всем доброе утро. Приветствую вас уже в воскресенье. Наверное, сделаю это последним днём этого влога. Смонтирую, загружу. И буду очень переживать. Буду ждать каждый ваш комментарий. Потому что он мне сейчас действительно нужен. Я вам сказала, что посылка у меня разделена на две части. Вот сейчас мне доставили вторую. Тут, по-моему, совсем немного позиций. Угора, я всё забыла. Я заказала очень обычный товар. Я сначала подумала, что похоже на гель для бровей Пуся. Я такая вроде не заказывала. Но я поняла, что это. Такая упаковка, фиг откроешь. Нету нигде резьбы. У одной блогерши увидела то, что она рекомендует. Вот такой вот скраб, пилинг-скраб для кожи головы. Я сейчас стала кожей головы заниматься чуть более серьёзно, если можно это так назвать. Я теперь мою голову шампунем с такой щёточкой заказывала на ВБ. Прям делаю небольшой массаж по контуру. Оно тоже пилинкует. И волосы, по идее, должны менее грязниться. Это средство предназначено тоже для этого, чтобы не так часто мыть голову для глубокого отчечения кожи головы. Отшелушивает там и роговевший слой, нормализует работу сальных желёз. Так, давайте откроем. Ну, это девочка, которую я увидела. Она его прям рекомендовала. Она говорит, я там покупала уже четвёртую упаковку. Тук-тук-тук. Это вообще суперинфульсивная покупка. Лёгкий, универсальный, питательный крем для лица от Веледы. Видимо, у меня было мало кремов из прошлой распаковки, то, что я вам показывала. Кстати, выглядит как крем для рук. Интересно. Мне в целом сейчас очень не хватает увлажнения, поэтому вот искала разные новые крема. Приятно. Обычно у Веледы всегда такие отдушки, типа какие-то травяные, натуральные. И это не исключение. Господи, я надеюсь, что это для лица. А, для лица и тела. Ну, будем тестить вот такой вот, как крем для рук. И хочу распаковать это, но для этого мне нужно отлучиться. Это товар экспериментального характера. Чуть себе не проткнула руку. Розовая тушь для ресниц. Хотелось мне попробовать чего-то эдакого. Я вообще хотела заказать белую, но как-то потом у меня очутилась в корзине розовая. Такие покупочки. Hello. В этот момент появляется Артур. Он уже успел отработать. Он тоже теперь фотографер из новостей. А мы сейчас будем читать текст на английском. Артур мне с этим помогает. Не знаю, вставлю ли я кусочек сюда, потому что читаю я... Обратите. Читаю я по слогам. Буквально. Короче, стараемся. Каждый день по чуть-чуть читать. Монтича. English. Рубрика «Запоздалые новости». Артур здесь тоже фотограф. Октябрь 22-го года. Чек. Только у меня много запоздалых новостей. Рассказывала, что лагерь для девочек, что мы переехали в центр, что новая машина. Сколько часов произошло. Свадьбу у нас было. Свадьбу... Я уже подумала, что мы выкладываем. Мы затронули. Универка закончилась. Свадьба была. Семь. Ну что? А теперь, что у нас сегодня в программе? В программе у нас text. Text? By English. By English. We walked a long way. There isn't a village on the map. I felt. The house was very clean, but it was strange too. There was a fire and some food above it. Да, вот мы так учимся. Так, сказала она. Пойдём со мной на виллу. На ферму. Вот перхеп, что вот это давай звучит слово. Перхеп, возможно. Возможно, они помогут нам. Коммин? Попробуйте. А, коммин. Кстати, из интересного коммин есть такая студия. Как мне запомнить? Коммин, ходи. День у меня такой домашний. Я очень много работаю, обрабатываю съёмки. Сегодня, если признаться, у меня была такая стрессовая обработка съёмки. Мне написали много критериев, что нужно сделать, что в целом не входит в мою работу. Это указано у меня в условиях, но я всё равно постаралась их сделать, насколько умею. Вот. Ну, короче, я не люблю вообще испытывать стресс, пытаюсь его минимизировать, и мне просто безумно не нравится, когда он возникает вот на каком-то таком пустом месте. Ещё немного о стрессе. У нас есть проект с Катей, если кто её помнит на канале. В общем, не суть. С девушкой у нас совместный проект лагерей для взрослых. У нас именно концепт того, что мы возвращаем взрослых в детство, летаем, путешествуем, проводим разные интерактивы. На него я обязательно оставлю ссылку внизу. Это вообще просто, ну, наша гордость, наше детище. Проект, просто за который мне не стыдно, о котором хочется рассказывать больше и больше, но не суть. Мы недавно ввели видео-визитки. Раньше к нам попасть можно было, если вы заполняете такую небольшую, типа, анкету о себе. Сейчас мы решили пойти дальше и вести видео-визитки, где вы записываете видео, рассказываете о себе, чтобы поехать с нами в путешествие. Потому что у нас не просто какие-то туры, у нас всё завязано на эмоциональном контакте, и поэтому очень важно, какие люди едут. Вот сегодня мне пришлось отказать двум девушкам, и я так это не люблю, мне так от этого плохо, больно. Я вот, ну, испытываю реально вот физический дискомфорт, и вместе с этой сложной сегодняшней обработкой, с этими двумя отказами, у меня такое плохое эмоциональное состояние, вы бы знали. Но отказы эти тоже не на пустом месте. Нам, повторяюсь, очень важна атмосфера, которая создаётся, чтобы случилась эта магия. Это всё делают люди, которые приезжают к нам, и поэтому очень важно, чтобы вайп совпадал, чтобы всем было комфортно со всеми на смене. Вот, небольшие такие внутряночки вам рассказала. У меня сегодня какой-то влог из кровати. Я все обязательные задачи сделала, даже смонтировала всё видео до этого момента. Это были очень необычные чувства, давно забытые. И когда я сейчас смонтировала, пересмотрела, что я обещала вам рассказать про книгу, которую я сейчас читаю. В универские годы я очень много читала, я реально прочитала огромный объём книг, но, к сожалению, за последние вот три года я не читала, наверное, прям совсем, может быть, пару книг, за что мне безумно даже стыдно, очень жалко, потому что читать я люблю, люблю погружаться в этот написанный мир. И совершенно случайно я полезла за другой книгой, скачала буквально первую попавшуюся, называлась «Тайная история» такая, ладно, посмотрим. И мне очень понравилась атмосфера. Вот её идеально читать осенью. Вот я раньше любила именно в этот промежуток времени читать подобную литературу. Там так вкусно и сочно описывается студенчество, колледж, сумрак, вот какие-то тайные общества, всё так вкусно. Ну и, естественно, там ещё нотка такого детектива. Там происходит убийство. Что, как, почему? Я сама изучаю. Я прочитала страниц 300, наверное, одну треть как раз я и прочитала. Мне очень нравится. Я прям зачитываюсь. До ночи не могу уснуть. Буквально откладываю планшет. Я, кстати, думала, электронная книга лежит тут. Решила вспомнить былое. В универе я читала на электронной книге Pocketbook, но она у меня сломалась. Она включается, но очень странно себя ведёт. И в итоге я скачала просто какое-то рандомное приложение на планшет и читаю с него. Это не совсем удобно. Иногда страница сами шутят, заденешь перелистывается. Мне совсем экран приятный, потому что электронная книга имитирует просто страницы обычной книги. Тут это, понятное дело, что экран не предназначен, не специализируется только на книгах. Но всё равно это не читать на телефоне, это поприятнее, на большом экране. Короче, надеюсь, в этом году у меня получится вернуться к чтению. Ну и, наверное, буду закругляться. Спасибо, что посмотрели. Я безумно волнуюсь. Ещё раз повторяю, я в этом влоге такое сумбурное. Я не понимаю, что говорить. Реально, навык потерян. Вот три года не снимала в влоге. Раньше я могла болтать безумно, постоянно находить темы. А сейчас думаешь, а это нужно говорить, а это не нужно. Надеюсь, вы позитивно это воспримете. Возможно, проникнетесь какой-то ностальгии по моим видео. Пишите ваше мнение в комментариях. Если вы меня потеряли запрещенную сеть, я оставлю свою тоже внизу. Аккаунт лагерей оставлю тоже внизу. Так что заходите, смотрите, чем я живу, чем я занимаюсь. На тех площадках я регулярнее. Можете туда заглядывать, подписываться, если кто меня там ещё не смотрит. Следующая неделя у меня будет очень активная. Не знаю, снимать ли влог, как это будет. У меня на следующей неделе пять съёмок. Стоматолог, английский, занятие спортом. В общем, очень-очень насыщенно. И сегодня прикольно, что был такой день замедления дома, потому что у меня редко такое бывает, что я весь день провожу дома. А это мой самый любимый вид отдыха. Я восстанавливаюсь исключительно в горизонтальном положении дома, никуда не выходя. Всё, ладно, не буду долго вас задерживать. Ещё раз спасибо, спасибо, пока-пока. С вами была Даша. Это так необычно.